Белорусские медики – соправдные герои нашего часа. Их профессионализм, отказность и стойкость духу ратуют житти и здоровье тысяч людей. Выказать подяку за их працу, подтримать и допомогать, имкнуться люди разных профессий – правооховники и рабочие, артисты и бизнесмены. Працевники, адукации и наученцы региона – не выключение. Вы дарите здоровье пациентам. Ведь нет таких, кто бы вовсе не болел. Лекарствами или с острым инструментом. Вы боретесь за жизнь на всей земле. Крональный вид озворот до медиков записали выхованцы Светлогорского центра творчества детей и молодей Ювента. Установа подрымливая все громадские инициативы, какие накерованы на допомогу супрацовникам аховы здоровья. Работая с ребятами, я увидел их рвение, их желание чем-нибудь и как-нибудь помочь. Поэтому с уверенностью могу сказать, что подрастающему поколению небезразлично будущее. Будущее нашей страны. Установы адукации региона не упускают махчимость сказать широе дякую сим, кто и днем, и ночью рызыкую житем для нас. У своих заворотах подлетки и дорослые означают, что нема у свете профессии высокородней, чем медицинский супрацовник. Надеюсь, вы видите нашу поддержку. Мы вам очень гордимся. Они на передовой борьбе с коронавирусом. Мы верим в их профессионализм. Але важно подрымать медиков не только словом, але и справой. Коллектив гимназии номер 10 передал гомельской туббольнице 25 апырсквальников для дезинфекции. Волонтерские отрады Дельвейс Гомельского аграрно-экономического колледжа займался сборкой ахоуных экранов. Их передали медицинским установам города. А студентские правкам Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны запустил флешмоб «Усмехнися вачима». Мета – звернуть увагу на важность ношения ахоуных масок в этот час. Подыгиды Гомельского областного профсоюза працевников адукации и науки усе навучальные установы в области включились у масштабную работу по профилактице коронавируса. Его материальную укладу агульную справу дозволил забеспечить педагогов и их подопечных необходными сродками обороны. В области областной нашей организации образования и науки создан фонд помощи. Только за 20 дней апреля из этого фонда помощи более 52 тысяч рублей уже было направлено на приобретение средств индивидуальной защиты, дезсредств. Кроме этого, мы продолжаем оказывать материальную помощь людям. Также за апрель эта помощь была оказана 750 работникам. Процелники профсоюза працевников адукации и науки закликают людей не заставаться обыяковыми и выказать свою подяку медикам. Я хочу выразить большую благодарность нашим медицинским работникам. На них сейчас лежит большая ответственность, но мы как можем их поддерживаем. Не только морально, но и материально. Низко кланяемся им за их такой беззаветный добросовестный труд. Хотелось бы выразить слова благодарности всем медицинским работникам, старшему и младшему медицинскому персоналу за то, что они борются в нынешней эпидемиологической ситуации со злым коронавирусом и помогают людям в этой нелегкой борьбе. В этой сложной ситуации появляется высокий профессионализм, выдержку, такт, понимание, пожелать им, их семьям, близким, чтобы они сами тоже не болели, чтобы эта ситуация благополучно разрешилась для всех нас. Миколай Скинсиан, Валера Гапанько, телерадоя компания «Гомель».